Вот он наш диализ. Вот наши девочки нас подключают. Вот так вот мы лежим. В Бийске три центра гемодиализа. Они работают в три смены с 7 утра до 10 вечера. Больных, которым жизненно необходима аппаратная очистка крови – 126. И далеко не каждый после процедуры может легко встать и пойти домой. Это очень тяжелая процедура. Четыре часа там лежат. У некоторых людей и рвать начинают. У некоторых людей давление до 60. У меня до 60 давление падает. Мы вчера, например, одну женщину под руки вели до такси. Я вот после диализа выхожу, у меня ноги трясутся, я сяду, посижу, водички попью, выйду на улицу, постою, на крылечке посижу. Потом с горем пополам челепаюсь до машины. С 1 августа 2024 года пациентам на гемодиализе отказали в услуге социальное такси. Об этом им сообщили по телефону. Позвонили с администрации и сказали, Алла Геннадьевна, мы вас возить не будем. Все, вас город не хочет возить, как бы, что денег нет. Я говорю, а как мы должны добираться? Она говорит, ну, это ваши проблемы. Алла Клиникова. 13 лет живет с хронической почечной недостаточностью. Коварная болезнь почти в одночасье сделала из молодой девушки инвалида. И в прямом смысле слова поставила выбор между жизнью и смертью. Если ты жить хочешь, вот тебе бумага, подписывай, то есть как бы, и будешь ходить на гемодиализ. И вот так вот я стала ходить 3 раза в неделю по 4 часа на гемодиализ. Искусственная почка способна воспроизводить основные функции человеческих почек. Трижды в неделю всем пациентам обязательно посещать отделение гемодиализа. Поездки на социальном такси оплачивались из бюджета БИСКО. И как журналистам пояснили в Министерстве здравоохранения Алтайского края, медики к этой услуге отношения не имеют. Транспортировка больных на гемодиализ в амбулаторных условиях не предусмотрена. В структуру действующих тарифов на оплату медицинской помощи не включены расходы на транспортные услуги гражданам, нуждающимся в проведении гемодиализа и диализа до места получения медицинской услуги. В настоящее время процесс по организации обеспечения транспортировки пациентов, нуждающихся в получении гемодиализа от места проживания до места получения процедуры, находится в компетенции Минсоцзащиты. Зато входит в полномочия Министерства социальной защиты региона. Но и здесь, узнав о проблеме бейчан, разводят руками. В соответствии с постановлением правительства края, доставка до места лечения и обратно, или денежная компенсация на проезд положена лишь в том случае, если центр гемодиализа расположен в другом населенном пункте. Однако судзащита вправе оказать материальную помощь. На территории у нас Алтайского края есть такое, есть постановление об оказании материальной помощи граждан малоимущим и граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации. Граждане могут обратиться. То есть, что такое подразумевается трудная жизненная ситуация? Это у нас пожар сюда входит, значит, дорогостоящее лечение необходимое. Поэтому, да, граждане могут, пожалуйста, обращаться. Но это носит у нас не... То есть, выплата не ежемесячная, это выплата. Граждане обращаются по мере необходимости. Очевидно, сумма несоразмерна затратам на такси. Пациенты на гемодиализе подсчитали, что в среднем на поездке у них будет уходить сумма в 10 тысяч рублей в месяц. При пенсии инвалида первой группы около 20. Это же вообще издевательство над людьми. Это как так можно взять просто, отменить и все. Решили нас право на жизнь. А как по-другому еще сказать-то? Услуга «Социальное такси» оплачивается исключительно из бюджета города. Муниципалитет вправе сам решать, какая категория граждан и как часто может ею пользоваться. В июле в мэрии подписали дополнение, которое как раз касается пациентов на гемодиализе и исключает их из списка. Люди очень надеются, что финансирование проезда будет включено в бюджет Бийска на 2025 или же 2026 год. А пока остается только держаться. Ведь денег нет. Евгения Ижутова, Илья Пятков. Будни.